Две минуты я теории дам, потом что-то поделаем. Я юрист, у меня есть диплом окончания юридических образований. И знаю, что есть такие точки закона, от которых нельзя уходить. Ну вот, приняли уголовный кодекс административный, ни влево, ни в право нельзя удвинуть. Можно, но немного. Поэтому в карате у нас тоже есть, давай отталкиваемся от закона, это теория ката. И вот в ката есть такие моменты, которые нам очень интересны. Загадки это интересно разгадывать. Кто ката не касается, тот что? Неглубоко проникает в законодательные акты боевого искусства, там карате, или там вьетвудау, или окинавате. В ката очень интересная штука. И в ката очень много перемещений, видите, разными углами, прыжки. Между прочим, есть ли у ката такое перемещение? Нету. Почему? Потому что это перемещение пришло... Когда вы это делаете? Когда вам что? Хочется расслабиться, правильно? Дети, которые начинающие, спортсмены, для того, чтобы они напряжены, для того, чтобы расслабиться, они что делают? Страхивают свои мышцы, для того, чтобы ушел вот этот вот сжателем. А челнок откуда пришел? В ката тоже нет челнока? Откуда пришел? В ката нет его? Тоже загадка, да? Челноком спортсмен прячет свою атаку. То есть, или я здесь атакую, или не здесь. Или я здесь атакую. Знаете, как в бильярд играют и начинают несколько раз к ним движения делать? Начинающие. Почему? Потому что он примечается, как ударец. То же самое вот с этими перемещениями. Вот. Интересная такая зарисовка для вас. Вот челнок. Денис вот показывал, хорошо показывал. Ну, да. Это мое мнение, откуда они появились в единоборствах. И следующий вот такой для вас интересный взгляд, это что вообще карате раньше учились по единоборствам, по книжкам. В книжках были фотографии. Одна фотография и другая фотография. Ну, и просто, сенсей Казэ, даже, он, вся семья была преподавателей дзюдо, там у него был отец, преподаватели дзюдо, и там братья. Он увидел книжку, сказал, я хочу заниматься каратэ. Папа, разрешите? Книжка. Или там фильм, помните, мы смотрели фильм. Ну, для нас, для специалиста, очень важно не то, что нарисовано на фотографиях, а то, что происходит между. Согласны? В середине самое интересное. Так же? Согласны. Согласны. Поэтому посмотрите, даже вот, простой элемент иската, иската, быстро, ничего не видно. Все так делают. Медленно появляются какие-то позиции, да? Эти позиции были, они остались вот в Ситарию, в старых, в Кеновских школах. Там, где пошел спорт, позиции удлинились, эти позиции стираются. Хочу обратить на это ваше внимание. Давайте сейчас сделаем ваши техники. Поймайте в середине позицию. Выходи, да? Я так и знал. А, Женьку с удачей. Атакуй. Чем хочешь? Баста, дай рукой, рукой. Давай. Усильнее, усильнее, так сильно делаешь. Хорошо, скажи. А, это для фотографии позиция, правильно? Да. Потому что, что, очень опасная комбинация. Рука, нога. И уход очень легкий, да, назад. А, да нет, вот сюда, вот сюда. Давай. О, хорошо. Это позиция очень хорошая для меня, видите? Он уже, что? Ничего делать не может. Я. Все. То есть, то же самое, как фотографии влияет на мастеров каратэ. Для того, чтобы показать так, на практике. Так, Афката, смотрите. Афката вообще. Атакуй. И я должен идти вперед. Еще очень сложно. Поэтому, вот это промежуточное звено, сейчас попробуйте сделать. Эээ, готов. Ты готов. Ага, хорошо. Будешь стыковать? Атакуй. Вот эта рука, что впереди, это и есть техника НТ перед направлением. Той рукой можешь? Той, нет, той рукой. Нет, этой. Теперь смотрите. Никаша дача. Теперь я могу с ним делать. Все. Без этого как ломается. То есть, без практики. Еще раз посмотрите. Он готов. Еще нет. Я готов, то он готов. Да. Будет атаковать. Все. Он мой. Ну, этот первый пинан или хиан. Простой блок гидан-парай. Обратите внимание на середину. Сейчас, секундочку. Давайте еще раз я покажу. Медленная готовность. Защита. Как она называется? Скажите мне. Ситуация. Не рака. Не рака. Только что сказали удар. Ну и вот. Нет. Как называть? Ситуация скрещения. Т рука. Куми. Куми-Т. Переда. Скрещение рук. Без этого никакого куми-Т нет. Куми-Т здесь. Два. Три. Дальше по вашему усмотрению. Пожалуйста, по парам вспомните. Пинан, хиан. Первую технику. Не спеша, пожалуйста. Медленно. Мозгами надо работать. Поэтому сюда приехали те, кто интересуется. И следующий нюанс. Смотрите. Камая. Опять же, когда мы начинаем движение, появляются какие-то простые позиции. Смотрите. Коса-дача. Не каша-дача. Да. Задержитесь на этом движении. Не надо делать полностью. Паровоз поехал с Киевом в Москву. Остановитесь в Брянске. И вы увидите, что что-то поменялось. Правильно? Оттуда в Брянске. Да. И на этой остановке необходимо сделать какую-то технику. Что будешь делать? Тебя праним ее. А я не буду. С вами подумали. То есть остановитесь здесь. Посмотрите. Я атакую, а он защищается. Еще раз. Нет, еще раз. А как я защищаюсь? Любую технику. Я на тебе иду. Что ты будешь делать? Нет, защищайся. Что ты будешь делать? Какую-то технику. Любую. Сулки, кезами. Встречай. Да. Позиция не каша-дача. Удобная для меня. Все это произошло. Я дальше думаю, что мне надо делать в этой ситуации. Сам применяю решение. Немножко поддай себе. Я тогда по-другому доделал. Обязательно дальше подумайте, что вы дальше будете делать. Многие говорят, каратэ там не борьба, наш стиль. Подумайте, как вы можете им управлять, положить и... Чтобы он немножко сдался. Еще раз. Теперь ты. На середине. На середине. Или косо-дачи, или не каша-дачи. Остановись. Вы спеши. Так. Дальше. О! Отлично. Дальше. Тут я не мастер в танце. А вот здесь управление. Я тут, к сожалению, не мастер. А управление, знаете, у кого больше опыта, мастер джиу-джитсу, правильно? У того больше практики. Пожалуйста, подумайте как. Потому что каратэ, джиу-джитсу, айкидо, это все одно. Это все буддо. Еще раз посмотрите. Кто такой? Я атакую. Остановился. Промазал, попал. Пожалуйста, по парам. Позиции, варианты техники между началом и окончанием вашей техники. Это и есть профессионализм. Когда вы, не как я сказал Андрей Юрьевич, когда вы не быстро делаете, наоборот. Растягивайте время и ищите новые-новые интересные техники. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ